Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SKY WAY CAPITAL! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от SKY WAY, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SKY WAY и SKY WAY CAPITAL. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Технологические стандарты для путевой структуры, расширение производственных площадей и открытое письмо президенту Беларуси. Информационная служба SKY WAY взяла новое интервью у генерального конструктора SKY WAY Анатолия Юницкого. Дрон для SKY WAY, который был впервые представлен широкой аудитории на ECO FES 2018, прошел первые летные испытания. Просьба Анатолия Юницкого остановить распространение недостоверной информации о проекте SKY WAY переведена на 7 языков. Выгодное предложение для гостей ECO FES 2019 о возможности проживания в гостиницах Минска по сниженным ценовым тарифам. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Генеральный конструктор SKY WAY Анатолий Юницкий дал новое интервью информационной службе SKY WAY. Вот главные вопросы, на которые ответил изобретатель струнного транспорта. Чем новая фирменная структура отличается от существующих трасс? Какие транспортные решения SKY WAY первыми пойдут на рынок? Почему недостатки транспортной системы для инженера важнее преимуществ? Зачем Анатолий Юницкий обратился с открытым письмом к президенту Беларуси? Как развивается проект расширения производственных площадей для серийного производства струнного транспорта? И многие другие. Полную версию вы можете посмотреть на нашем сайте. Дрон для SKY WAY был впервые представлен на Экофесте 2018. Недавно он прошел первые летные испытания. Беспилотники такого типа с большой грузоподъемностью в будущем смогут помочь при строительстве дорог и транспортной инфраструктуры в труднодоступных местах. Использование дронов снизит затраты на доставку и монтаж конструкции и уменьшит стоимость строительства струнных эстакад. Комплекс программ в основе дрона помогает не только контролировать движение модулю, но и самостоятельно принимают решения по заданным алгоритмам в зависимости от конкретной ситуации. Интерес к дрону уже проявили во многих странах мира. Разработка в дальнейшем способна развиваться как в составе SKY WAY, так и самостоятельно, без участия SKY WAY, на выгодных для разработчиков условиях. В настоящее время согласуется дорожная карта развития проекта. Просьба Анатолия Юницкого остановить распространение недостоверной информации о проекте SKY WAY переведена на 7 языков – английский, португальский, французский, итальянский, немецкий, хинди и индонезийский. Документ адресован президенту Беларуси Александру Лукашенко. Сегодня петиция набрала уже более 24 тысяч подписей. Чтобы обращение заметил президент Лукашенко и помог остановить дискредитацию SKY WAY, необходимо набрать как минимум 100 тысяч подписей. Поддержите петицию основателя SKY WAY своей подписью, поделитесь ссылкой со своими партнерами и другими сторонниками проекта. Подробную инструкцию о том, как подписать петицию, вы можете найти на нашем сайте в разделе «Новости» и в комментариях под этим видео. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня в этот прекрасный солнечный день мы вместе с генеральным конструктором закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолием Эдуардовичем Юницким находимся в экотехнопарке SkyWay. Здесь сегодня большая делегация наших сторонников, наших партнеров, здесь сегодня... Наших инвесторов. Да, правильно. Благодарю за исправление. Собственно хозяев, они же владеют этим всем. Все верно. Также здесь есть группа адекватных журналистов, есть еще такие, не перевелись еще адекватные журналисты, все-таки на земле белорусской. Ну и, я думаю, Анатолий Эдуардович нам расскажет все-таки, что же происходит в экотехнопарке SkyWay. Ведь не все только в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот давайте с этого и начнем. Это опоры, которые рассчитаны на нагрузку больше 100 тонн, потому что здесь пройдет трасса уже в новых стандартах, в тех стандартах, с которыми мы будем работать в Эмиратах. Здесь изменится корея, изменятся нагрузки, потому что очень много заказов потенциальных на перевозку контейнеров, и морских, в том числе и 40-футовых, которые весят до 35 тонн. Поэтому машина с контейнером будет весть где-то 50 тонн. Поэтому мы сделаем здесь трассу, где, причем она два в одном будет, ферма, но она другая будет не такая, как эта, под которую мы идем сейчас. И сверху может ехать транспорт и снизу, то есть навесной и подвесной. При этом может быть тяжелые грузовые машины, допустим, везти контейнер весом 35 тонн, и может быть тяжелая пассажирская машина, поезд, который везет 200-300 пассажиров. И поэтому они могут встретиться на опоре оба, и, естественно, опора должна нанести эту нагрузку, поэтому достаточно мощная, тоже легкая, ажурная, видите, даже такие ассоциации. Потому что она действительно красивая и простая, она простая в изготовлении и недорогая. Это цельнометаллические опоры, правильно? Да, сварной, двутавр. Это просто делается любой формы. Мы сейчас подходим к анкерной опоре, которая будет станцией, где можно будет сесть и пассажирские модули, в том числе поезда, и грузовые, где тоже могут останавливаться контейнер, ну, контейнеровозы, юниконты. И здесь дорога более мощная, и поэтому нагрузки на анкерной опоры, естественно, более серьезные. Здесь где-то до полутора тысяч тонн, ну, примерно, да, будет газетан нагрузки, ну, с учетом температуры. Здесь будет рельс, как положено, головка рельса. Там этого не было, мы там исследовали другое. Какая твердая сталь нужна, как влияет мига неровности, как влияет шланной шов, и, казалось, даже на шланном шве, хотя там нет зазора, появляется стук. Вот представляете, будет рельс, где нет сварки, нет зазоров, и все это непрерывно идет. И сейчас будет это показано. В том числе для машин весом вот 50 тонн. И поэтому здесь будет отработан ряд технологических вопросов, которые мы не смогли сделать вот на предыдущих трассах. Поэтому, ну, надо понимать, что мы еще во многом венчур, что мы здесь ведем отработку технологий, и это не те проекты, не те решения в комплексе, которые пойдут на рынок. Потому что без совершенствования постоянного рынок нельзя завоевать. Так самое главное на самом деле не успехи для меня, как инженера и конструктора, генерального конструктора, не успехи, а недостатки, которые я вижу и знаю, как их устранить. Это главное на самом деле. И тот, кто не имеет этого, никогда нас не нагонит. Никогда. Никогда. Поэтому, да, у нас есть постукивание. Мы знаем, почему. У нас шумы, мы знаем, почему. Понимаете, у нас еще какие-то там места, плавные сходы страдают. Мы знаем, почему. А другие-то этого не знают. И пусть попробуют повторить. И поэтому модели следующие будут другими. Я не могу все рассказывать. Это будет другое. А в Эмиратах будет совсем третье. То, что мы здесь получим опыт, знания, и туда пойдет то, что действительно устроит заказчика и любую страну. Все человечество. Поэтому мы придем в любую страну. Придем на каждый континент. С оптимальными решениями, которые мы здесь оптимизировали. Благодаря инвесторам. Вот часть инвесторов, где-то 390 человек здесь, да? Я так подумал. Ну, это же где-то меньше одной десятой проценты. Это маленькая часть нашей армии инвесторов. Только благодаря им мы это делаем. Очень многие поняли уже, что мы выросли. И хотели, чтобы это не было дальнейшего развития. Наоборот. И поэтому новая стадия борьбы наступила. Поэтому я вынужден был даже обратиться с открытым письмом к президенту. Хочу найти поддержку у своих сторонников, знамышленников и инвесторов, которые, собственно, и владеют этим. Не я. Я один из инвесторов. Один из акционеров. А не хозяин. Да? Все наши инвесторы хозяева. Так защищайте свое. Тем не менее, Анатолий Дардович, все-таки мы движемся к адресным конкретным проектам. Мы расширяем производство. Переходим уже от штучного, скажем так, ну, до начала к мелкосерийному, потом к серийному. Расскажите, как обстоят дела со строительством нового производственного корпуса? Да, так это один из корпусов. У нас же еще есть где-то корпуса площадью в 5 раз больше, чем вот то, что мы видели сегодня. Ну, когда мы введем, насколько я в курсе, это будет 10 тысяч примерно квадратных метров на данный момент то, что вводится. У нас есть корпусов, который, ну, уже будет скоро введен в строй, в эксплуатацию. Там будет крупновузловая сборка. Это мы уже спроектировали и построили. Причем очень сжатый срок, где-то за полгода. Потому что надо уже поставлять будут в адресные проекты и в эмираты, в том числе подвижный состав, без обкатки, без испытаний. Ну, нельзя поставлять, потому что могут быть очень серьезные потом проблемы, да? Поэтому мы строим линию вот эту для обкатки, в первую очередь. Той техник, которую будут поставлять за рубеж. И не только в эмиратах, а и в других странах есть. Я пока не буду говорить об этом. Ну, зачем раньше времени говорить? Мы работаем в десятка стран. Но больше всего продвинулись в эмиратах, так? И там уже на подходе, ну, как на подходе, уже ряд документов подписан. Министр транспорта эмиратов. На одном из форумов в Абудабе, где мы тоже были представлены, вышел к нашей экспозиции, подошел ко мне, а он, ну, непростой министр, он сын, в общем-то, правителя, по большому счету. Подошел ко мне, взял двумя руками мою руку и, глядя мне в глаза, сказал, мы счастливы, что вы пришли к нам. Наш дом – это ваш дом. Понимаете? И здесь, как на родине. Я пригласил президента, говорю, приезжайте к нам, посмотрите, что мы делаем. И делайте сами выводы. Не слушайте своих там чиновников, окружения и так далее. Сами выводы сделайте. Увидев то, что было танковый полигон. Хорошо, спасибо большое за исчерпывающее, я бы сказал, давно ожидаемое интервью, Анатолий Эдуардович. И обращаюсь ко всем нашим инвесторам, сторонникам нашего проекта, партнерам, говорю. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением нашего проекта на официальном сайте. Защищайте свои инвестиции. Стройская.